Казахстан 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 И повторившейся любви Станет сроком дана здесь вся жизнь Опять метель И мается былое в темноте Опять метель И вечности зажлись в один короткий день За тобой не закрывая дверь Я живу уже который год Димаш Кудайберген Казахстан Спасибо большое за теплый прием в Витебск Будет, будет, дайте поговорить с человеком Тем более Сейчас мы узнаем Откуда же он черпает вдохновение Для столь прекрасного пения Димаш, ну нам-то ты рассказывал Кто тебе помогает И чем помогает Скажи пожалуйста нашим зрителям Кто и чем тебе помогает в творчестве Конечно же родители Они у меня заслуженные артисты Казахстана Самые красивые люди на свете Между прочим для меня Вот улыбка матери Дает многое Улыбка матери А мама Димаша Вы где? Ага Мама и папа А вы знаете Вот не садитесь пожалуйста Не садитесь Я не знаю Я к вам наверное не смогу подойти Я попрошу чтобы вам передали микрофон И вы вот из зала На путстве сыну Который на сцене Завтра же еще один день будет Да? Финальный Я передам Порядам микрофон Вы уж будьте любезны Его потом вернуть обратно Итак Но одна большая просьба будет Мама Папа Димаша Сделайте это На казахском языке Да? На красивом казахском языке Пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Википск Спасибо за теплый прием Вам привет из солнечного Казахстана Пускай мама скажет на пусть Димаш Димаш Сен Казақтың ұлысың Эрғашанда Еліңнің Жұртыңнің Сенімімен өмітін Ақтау Сенің басты міндетің Біз саған сенеміз Алға Бейксен көрін Өзіне Бір жараптан Жар болсын Спасибо огромное Самые добрые И самые искренние слова Сказала мама Димаш Скажи нам Что же мама все-таки Тебе сказала Она сказала Чтобы я Гордо и доблестно Нес Это Пламя Самый ответственный момент Между прочим Моя жизнь Дай вам Бог Счастья И всем Самым конечно же Ну а теперь Переходим к прозе Это было лирическое отступление Оценки Димаш Десять 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 Девять Десять 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 Восемьдесят девять баллов Димаш Куйдайберген Казахстан Ну Димаш Ты видишь Слов нет вообще Я в ступоре Спасибо Спасибо Димаш Дорогие друзья Сейчас выходит на сцену Конкурсант из Казахстана Димаш Куйдайберген Димаш Куйдайберген Димаш Куйдайберген Димаш Куйдайберген Димаш Куйдайберген Звучит музыка. 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 Димаш Кудайберген в Казахстан. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Димаш Кудайберген в Казахстан. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Я понимаю, о чем пою. Димаша, вообще скажите, пожалуйста, чего вы ожидали от этого конкурса? Все-таки вы приехали издалека, и оправдал ли Славянский базар ваши ожидания? Конечно же, мои надежды оправдались, конечно, естественно. Я знал, что Славянский базар – это очень-очень популярный конкурс во всем постсоветском пространстве. И то, что сейчас обо мне узнали и услышали во всех странах Славянского – это уже для меня большая победа. Скажите, насколько для вас интересно выступать перед здешней публикой? Как она вас принимает? И есть ли разница между выступлениями у вас на родине и за границей, в других странах? Дело в том, что Россия и Белоруссия еще не так уж сильно знакомы с нашими народными песнями. И поэтому еще есть, что попеть, так скажем. После того, как я исполнил песню «Дадидал», они очень были удивлены тем, что у нас есть свой необычный колорит. Они услышали «Домбру». Это уже для меня победа, потому что моя задача была не петь мировые хиты, а дать послушать свою казахскую песню славянской публике. Я не могу об этом не спросить. Вы знаете, после вашего выступления вас, конечно, будут сравнивать с российским певцом Витасом. Не боитесь ли вы вот таких сравнений? И с профессиональной точки зрения есть ли разница между вашим и его голосом? То, что меня сравнивают с Витасом, это, конечно же, честь для меня, потому что Витас уже состоявшийся артист, которого любят не только в России и СНГ, а весь мир сейчас его очень сильно любит. В Китае люди по нему с ума сходят. И то, что меня начали сравнивать с таким артистом, это для меня уже счастье. Но в профессиональном плане есть некоторые небольшие отличия, но то, что меня сравнивают с Витасом, это очень круто, если честно. А вот я немножко не понимаю, в профессиональном плане вы чем-то отличаетесь? Расскажите немного. Ну, просто природа меня дарила диапазоном небольшим, ну, хорошим. Ну, четыре с половиной рабочих, пять по природе октав имеется. Димаш, скажите, может быть, вы сами пишете тексты или музыку к своим песням? Ну, я тексты, конечно же, не пишу. Ну, я в детстве как-то увлекался, но это, нет, это уже кошмарно. А музыку я чуть-чуть пишу, ну, конечно, не называть это профессиональным искусством, но мне кажется, что на любителя потянет. А расскажите, как давно вы выступаете на профессиональной сцене и какие песни обычно поете? Может быть, у вас есть любимый музыкальный жанр или есть какие-то музыкальные предпочтения? Может быть, цените творчество кого-то из своих коллег? Я вообще-то не любитель рока, но после того, как я услышал белорусского певца Петр Эльфимов, вы, наверное, знаете его, он на каком-то телевизионном проекте исполнил песню «Ари Христа». Вот, я в эмоциональном потрясении был, это было очень супер, это было нечто. Я предпочитаю более вокальных исполнителей, как Сидин Дион, Лара Фабиа, Поворотти. Ну, Майкла Джексон я обожаю. Скажите, а если вдруг понадобится ради карьеры, ради публики изменить свою внешность или, может быть, изменить жанр, в котором вы работаете, готовы ли вы на это и вообще на какие жертвы вы готовы ради музыкальной карьеры? Настоящий артист должен уметь все. Он должен уметь перевоплощаться, он должен менять свой образ. Вот, я думаю, что, в принципе, если это потребуется, если понадобится что-то, внести какие-то изменения в своем стиле, в своем образе, я, конечно, это ради публики готов сделать. Скажите, а сейчас над чем вы работаете и что планируете делать после конкурса, после Славянского базара? Может быть, мечтаете о собственном альбоме или хотите записать дуэт с кем-то из известных исполнителей? И унышеские амбиции. Я всегда мечтал дать свой сольный концерт в столице Казахстана, в Астане. После Славянского базара я начну приступать к осуществлению моей мечты. Ну, не концертов сразу, но я, по крайней мере, начну работать над репертуаром, чтобы сделать большой сольный концерт с живым оркестром. Я всегда всю жизнь об этом мечтал. И Славянский базар – это хороший толчок. Спасибо вам большое за интервью. Мы от всей души желаем вам удачи в карьере. Если честно признаться, я об этом конкурсе, естественно, мечтал. И я безумно рад, потому что все так завершилось. В наше время для таких молодых артистов поддержка важнее всего, потому что если на одном таланте, ты никогда не пробьешься. Мы заявку самую последнюю подали, потому что мы очень долго думали именно над славянской песней. А первую песню в полуфинале я исполнил казахскую народную песню «Дайте дау». Честно признаться, они были удивлены тем, что у казахов есть такая красивая песня. Многие зарубежные исполнители, которые сами участвовали на конкурсе, они не знают, что за инструмент, но они были очень удивлены тем, что песня очень-очень красивая у нас. И я рад тому, что благодаря этому конкурсу казахская народная песня прозвучала на мировой сцене. Английской песней уже никого не удивишь. Все знают, что есть такая замечательная певица, как Бьонс, Марай Керри, и перепеть их очень сложно. Можно сделать какую-то интерпретацию или кавер-версию, но этим уже не удивишь. А вот с казахской народной песней, с казахским колоритом, можно удивить весь мир, потому что наша музыка – самое лучшее в мире. Из зарубежных исполнителей я бы хотел выступить с таким замечательным человеком, как Дмитрий Маликов. Я был приятно удивлен, когда он оказался очень простым человеком, хотя он имеет мировую славу, и он пианист и музыкант мирового класса. Вот во время конкурса он очень искренне радовался за то, что Казахстан лидирует. И после моей победы, после награждения, он подошел ко мне и обнял, сказал, сынок, я очень рад, что это именно ты сделал. Из казахстанских исполнителей я бы хотел спеть еще в дуэте с пи-пи-пи-туллигеновым, потому что перед моим отецом, наверное, многие не знают, она дала мне бота на божьем концерте перед всем народом, и это помогло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok